Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой недели. Мы снова после выходных на финансовых рынках и продолжаем, друзья, говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые оказывали и оказывают влияние на те инструменты, которые нас интересуют. Очень надеюсь на то, что сегодня вы заступили на трудовые трейдерские будни с хорошим настроением, друзья. У нас впереди, как и всегда, точно будет на что обратить внимание, что отработать на финансовых рынках и о чем поговорить. Сегодня в 16.30 по московскому времени состоится традиционный вебинар «Правильный понедельник», где мы еще раз крупными мазками разберем тенденции, присутствующие на площадках в данный момент времени. Я говорю о самых волатильных, самых популярных востребованных финансовых активов, поэтому, наверное, неважно, чем вы торгуете, точно какую-нибудь информацию для себя сможете выудить, найти и получить, которую впоследствии удастся применить. Ну а теперь давайте поговорим о том, как мы закрыли пятницу и что у нас впереди по нефти. Друзья, я просто с триумфом сейчас делаю акцент на то, что на рынок не просто вернулись продавцы, они перехватили инициативу, они навалились, вытеснили покупателей, очевидно, потому что бренд валится. Других слов здесь, в принципе, быть не может. Котировки 56.50 сейчас, лоу, собственно, был и пониже, в районе 56 долларов за баррель. Я фактически, друзья, и не сомневаюсь, что в ближайшее время мы пробьем поддержку 55 долларов за баррель, она станет сопротивлением, и мы будем уже претендовать на движение еще ниже. Почему я абсолютно уверен, что такая тенденция на рынках сохранится? Потому что есть несколько ключевых регионов, которые генерируют основные показатели спроса на углеводород. И в этих регионах сейчас серьезные проблемы. Прежде всего, я говорю о Китае. Кстати говоря, по последней оценке S&P, друзья, я, по-моему, делал акцент на нее. Темпы экономического роста, даже если вирус удастся локализовать полностью в ближайшие несколько недель, все равно протядует больше, чем на 1%. На текущий момент совокупное потребление Китаем нефти находится в районе 10 миллионов баррелей. И в здоровых условиях, в нормальных условиях показатель должен быть выше, и даже поболее чем 12 миллионов. Поэтому, друзья, те надежды, которые на площадках присутствуют, связанные с тем, что сейчас соберутся страны ОПЕК, договорятся с дополнительным сокращением нефтедобычи и вернут на рынок черного золота баланса. Эти надежды, ну, лично мне, кажутся напускными, и особо они проблему не решат. Да и сейчас я вообще сомневаюсь в том, что эта встреча может быть результативной, потому что экстренного заседания так и не последовало. За последнюю неделю позиция России не изменилась. Российские нефтяные компании по-прежнему против того, чтобы обсуждать дополнительные меры, связанные с доп. сокращением производства. Ну, потому что все прекрасно понимают, что основное снижение должны будут взять на себя ключевые игроки на рынке нефти. И Россия это один из них. В целом, против нефтянки сейчас восстановление доллара. Здесь логика простая, друзья. Все сырьевые инструменты, их стоимость номинированная в американской валюте, когда доллар растет, сырье становится дороже, цена на сырье это прямая дорога к показателю спроса. Дальше мы говорим про запасы. Запасы нефти растут в США четвертую неделю подряд. На прошлой неделе мы увидели цифры тоже со знаком плюс. Небольшой прирост, но все-таки прирост на 400 тысяч баррелей. Количество нефтяных терминалов в США также увеличивается. Спрос под большим вопросом, как я уже отметил. И распространение китайской коронавирусной инфекции. Друзья, сейчас проблема заключается в том, что вирус все чаще и все интенсивнее проникает в другие страны. И сейчас мы говорим о самой настоящей эпидемии. В Южной Корее, где количество заболевших уже стремится к тысяче. И в Италии, где количество инфицированных уже превысило 150, друзья, человек. Соответственно, если распространение вируса останется в тех же показателях, собственно, роста, то можно будет возвращаться к комментариям последним пятничным Всемирной организации здравоохранения, что всемирная пандемия, даже несмотря на вроде бы как в глобальном смысле снижение темпов роста количества заболевших, риск глобальной пандемии, он сохраняется. И повторная вспышка может произойти в любой момент. Имейте это в виду, друзья. На мой взгляд, то, что происходит сейчас с золотом, да и с долларом, доказывает то, что на рынке все равно сейчас господствует спрос на защиту. Вот на этой ноте давайте перейдем к доллару и иене. 111.50 сейчас котировки. Я уверен, что пара будет расти дальше, потому что здесь, как я уже отметил, идет спрос на доллар, исходя из его защитных свойств. В пятницу вышли данные по индексу производственной активности. Маркет 58, показатель с 51.9 вроде бы как снижение, но индекс все равно держится выше 50, друзья. Поэтому это то, что положительно характеризует сектор. В сфере услуг здесь спад ниже 50, говорю как есть, но все-таки статистика маркета – это не настолько объективный отчет, как КСМ. Поэтому давайте посмотрим, что будет дальше. В целом, по статистике, на основании последних трех недель у нас тотальный позитив, да и подтвержденная позиция Федрезерва, что ставки останутся на текущих уровнях не ниже, друзья, в течение длительного периода времени. Почему сейчас иена вроде бы как защитный актив, но почему она не пользуется спросом? Все просто, друзья. Япония столкнулась с катастрофическими последствиями, в том числе и влияние тоже коронавирусной инфекции. Как я уже отметил, темпы экономического роста просели до минимума за 7 лет. Япония оказалась в состоянии практически сейчас технической рецессии. Дальше уже будет полноценная. Я уверен, этого не избежать, друзья. И бороться с дальнейшим экономическим замедлением будут последствием все-таки увеличения темпов и объемов денежных вливаний и повышения ликвидности за счет задействования печатного станка. Поэтому программа количественного смягчения, которая одна из самых крупных и так в Японии остается, она будет дальше нагружать экономику ликвидностью. Это будет размывать денежную массу и бить позициями японской иены. Золото, друзья, 1661. Здесь просто космические уровни. Я абсолютно уверен, что мы сможем добраться и до уровня 1800 и может быть даже повыше. Евро против доллара 1.08.19. Небольшая передышка, конец недели для того, чтобы все-таки дать шанс еще раз тем трейдерам, которые сейчас находятся в покупках, выйти из них и все-таки поставить на снижение, потому что евро будет снижаться. Индексы производственной активности 47.8. Это по еврозоне, точнее по Германии. А по еврозоне показатель 49.1. То есть ниже 50, друзья, это подтверждение спада. Сегодня в 13.00 выйдут данные по бизнес-оптимизму ИФО. Завтра отчет по Германии. Везде ожидаются слабые цифры, поэтому мы вернемся к продажам уже в ближайшие дни. Фунт против доллара 1.29.41. Здесь тоже я сохраняю короткие позиции, друзья, и все-таки рассчитываю в этот раз, на эту неделю, попробовать добраться до планки 1.28. Астралия с против доллара 0.66.04. Здесь ожидаем 0.65.0.65.50. Фиксируемся и выдыхаем. Найдем еще возможности точки входа впоследствии. Сейчас нужно выжить вот из этого нисходящего тренда, который сформировался еще несколько недель назад. Ну, прям заключительные аккордики, друзья, чтобы профит был совсем устраивающим всех. Ну и доллар канадец 1.32.63. Впереди у нас отчет по ВВП в пятницу. Ожидания очень скромные. 0.2.1.3. Это должно нагрузить и удалить по позициям канадского доллара. Да и плюс ко всему у нас еще и нефтянка в Альце, друзья, еще, я уверен, не все адекватно оценили тенденцию медвежью по рынку нефти. Не все те, кто спекулирует канадцам. Когда это произойдет, пара доллар канадец окажется выше отметки 1.33. На этом все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok